Не просто развлекательная поездка, а настоящий экзотик ожидает туристов на Павловской земле. Здесь можно покататься на стареньком пароме и тумботинских финках. Если паромную переправу еще можно где-то найти, то такие санки встретишь только в Тумботино. На них ездят и старый млад. Едва научившись ходить, крокотные ребятишки встают на полозья и вперед по льду и снегу. Взрослые без финок зимой на улицу не выходят. Даже в преклонном возрасте расставаться с любимыми санями не спешат. Всю же с ними, с этими санками, на работу вместе езжу. На них очень удобно. Начинает, как только всех выпадет, так поехали. И до ранней весны, пока всех не растает, так и ездят. А вот и велосипед. Любовью Малаховой 64 года. Она сейчас работает почтальоном, а помогают ей в этом финские сани. Они появились в Тумботино в начале прошлого века и так полюбились, что без них уже никуда. Когда пришли с финской войны и привезли вот эти финские санки, потом их переоборудовали. Ну и так как в Заречье все время у нас проблемы с переправой, и для людей это было очень актуально. В зимнее время ездить через реку. Но они уже прижились настолько, что местные жители просто без них не представляют свой быт. Конструкция сани проста. Это стул на полозьях, поэтому изготовить такие салазки легко можно самим. Местные умельцы овладели этим мастерством в совершенстве. Кататься на таких санях очень просто. Достаточно оттолкнуться ногой. Покататься на финках, посмотреть на саночные гонки и поучаствовать в зимних забавах можно на празднике в Тумботино. Он каждый год проходит в поселке в середине февраля. В заездах соревнуются почти все местные жители от мала до велика. Не обходятся гуляния без коморощих забав и веселых игр. На саночном разгуляе, как и положено, ярмарка с изделиями народных художественных промыслов, чай с самовара, песни и частушки под гармонь. После праздника финки без дела не лежат. Они будут ежедневно колесить по улицам поселка, пока не пригреет солнышко и не стает снег. Тогда они займут свое место в сарае до следующей зимы. Субтитры создавал DimaTorzok